Дневной разворот 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 происшествий, в которых два ребенка получили травмы. К сожалению, вот такая статистика достаточно серьезная, она отмечается каждый летний период, и поэтому именно в конце учебного года, начале летних каникул мы проводим масштабные мероприятия, как вы уже отметили, под названием «Внимание, дети!». Как правило, данное мероприятие проводится в течение двух-трех недель, и направлены они прежде всего на то, чтобы обратить внимание общественности, как детей, так и взрослых, на проблему безопасности дорожного движения, в первую очередь в летний период. Особенность летнего периода и его сложность заключается в том, что на протяжении целых трех месяцев дети не посещают учебное занятие в ежедневном режиме, соответственно, очень много свободного времени, хорошая погода, как правило, в летний период, которая способствует тому, что большую часть времени дети проводят именно на улице. Но еще один фактор – это отсутствие инструмента воздействия на детей с точки зрения регулярного напоминания им требований безопасного поведения на улицах и дорогах. Как сейчас обычно происходит, родители с утра уходят на работу, ребенок на каникулах. Нет, хорошо, если еще с утра дети как-то предупреждают своих детей о том, что будьте, пожалуйста, внимательно, осторожны на дороге. Но весь рабочий день фактически чадо остается без действительно такого надзора, надзорного глаза контроля непосредственного. Ну да, вот то, о чем мы сегодня говорим, фактически интуитивно, наверное, понятно любому взрослому человеку, безопасность детей прежде всего. Но вот анализируя процесс воспитания детей и их взросления, на каждом этапе взросления ребенка есть определенный приоритет. То есть сначала в младенческом возрасте накормить, потом воспитать, обучить, устроить. То есть какие-то вот ключевые такие фразы, за которыми скрывается то, что в принципе каждый понимает, что это важно. То есть вопросы безопасности детей, я думаю, что любой здравомыслящий взрослый, родитель понимает, что вопрос безопасности это важно. Но тем не менее, вот за теми ключевыми словами, которые я сейчас обозначил, вопросы безопасности отходят как-то на второй план. И где-то вскользь о них упоминается не всегда, не регулярно, и происходит таким образом, что дети фактически информацию в полном объеме получают именно в рамках образовательного процесса. То есть когда с ними проводят педагоги занятия, классные часы, пятиминутки, какие-то внеурочные занятия, дома эти вопросы, они касаются вскользь. Будь внимателен, на этом все. То есть вот сейчас наступил такой сезон, как мы уже сказали, что дети очень много времени проводят на улице. И иногда, общаясь в рамках родительских собраний, ну или просто на каких-то встречах со взрослыми, с родителями в первую очередь, когда задаешь вопрос, а каким образом вы обезопасили своего ребенка, какую работу вы проводите. Иногда можно слышать такие фразы, ну мой же ребенок пошел гулять во двор. И создается... На улице он не пойдет. Да, создается ощущение того, что он как в соседнюю комнату пошел. Вроде бы он не пошел на проезжую часть, он не будет переходить дорогу, он не будет пользоваться пешеходным переходом. Значит, я как родитель полностью уверен в его безопасности. Вместе с тем, мы прекрасно понимаем, живя в городе, что такое двор. Это буквально один шаг с крыльца дома, и уже стоят машины. Машины плотно занимают весь двор. Во-первых, они ограничивают обзор как для ребенка, так и для водителя других транспортных средств. Во-вторых, вот в этих узких проездах постоянно идет движение. И не обращая внимания на то, что это опасно, даже во дворе, в рамках двора, мы получаем как раз негативную статистику именно в летний период, именно по дворовым территориям. Когда ребенок побежал, его отпустили, наконец-то он, хорошая погода, свежий воздух, он побежал, еще не переключил свое внимание. А если родитель не обратил внимания на вопросы безопасности, не переключил его внимание на эту проблему, он выбегает и сталкивается вот с тем, что потом приезжает скорая, сотрудники госавтоинспекции, и это происшествие входит в разряд ДТП. Можно я замечание, как родители, сделаю? Мне кажется, что, к сожалению, вот эта информационная работа, которую ведут родители, это не 100%, и не 80%, и, увы, даже не 70% успеха. То есть я вот ориентируюсь на обоих своих детях, объяснять им правила перехода проезжей части. Мы начали, как только они встали на ноги и, собственно, самостоятельно смогли ходить. Я думаю, любой разумный родитель должен переводить. И каждый раз, как бы мне не было лень, как бы мне это не надоело, каждый раз, переходя любую дорогу, мы останавливаемся, и я объясняю, направо, налево, то есть я как заведенная сова, каждый раз одно и то же, то же самое делает отец этих детей. Каждый раз мы проговариваем, что когда ты выходишь из-за машины, например, в том же самом дворе, высунься немножко и посмотри, потому что тебя не видно. И вот дети растут, они прекрасно знают эти правила. Если их спросить, они тебе, у них всё это от зубов отскочит. Но, тем не менее, пару раз бывало такое, что они заигрались, и они выбегают вот так вот из-за машины, и ты только успеваешь их. Хорошо, если ты успел их там за шкирку словить. Это и особенность до детского возраста. То есть мне в этой ситуации видится всё же как решение проблемы, это скорость снижения транспортного потока как в городе, так и какие-то более жёсткие требования к движению во дворах. Потому что я, например, вот у меня достаточно длинный двор, и автомобили, водители, да, которые стартуют с другого конца дома, они к моему подъезду набирают иногда уже, ну, скорость километров 30-40 в час. Хотя там достаточно узкий проезд. И правила говорят о том, что движение более чем 20 километров в час запрещено. При том, что я особо подчеркну, что там жилая зона знак стоит. То есть кроме того, что, ну, в принципе, опасно по двору на такой скорости ехать, когда ты прекрасно знаешь, что там ходят люди и бегают дети, так плюсом это ещё и жилая зона. Поэтому сколько бы ты, к сожалению, не говорил детям, просто из-за особенности психики, из-за особенности строения мозга, да, там, этих нейронных связей и тому подобное, они не всегда адекватно могут оценить опасность. Ну, я думаю, что, Михаил Александрович, как родителю вам тоже прекрасно понятны эти вещи, да, а как вот госавтоинспектору? Значит, вот я и соглашусь, и нет, наверное, с тем, что вы сейчас сказали. Соглашусь с той стороны, что давно уже европейские стандарты обеспечения безопасности дорожного движения идут по принципу именно в первую очередь создания условий для безопасного передвижения, понимая, что до каждого участника, до каждого ребёнка, до каждого взрослого, до каждого бабушки, дедушки не донести вопросы безопасности настолько, чтобы все выполняли требования правил дорожного движения, как роботы. Поэтому нужно создавать такие условия, что даже если человек допустил ошибку, чтобы она была компенсирована теми условиями, которые созданы, это ограничение физической скорости движения, это комплексы автоматической фиксации, это ещё какие-то моменты, которые физически влияют на транспортные пешеходные потоки. Вот в этом полностью с вами согласен, и действительно нужно идти по этому пути. Мы сейчас совместно с владельцем уличной дорожной сети администрации в плановом порядке в рамках национального проекта проводим эти мероприятия, появляются у нас и шумовые полосы, и разделение встречных потоков движений и так далее. Но пока это, безусловно, всё касается, в первую очередь, дорог, проезжих частей, до дворов, конечно, когда это дойдёт, непонятно. Не соглашусь с вами с тем, что вы сказали, в том плане, что, как правило, когда родители начинают ссылаться на физиологические особенности, они, безусловно, есть у ребёнка, и не учитывать их нельзя, у некоторых возникает некая самоуспокоенность и желание, так скажем, переложить часть ответственности на администрацию, на ГИБДД, на школу и так далее. И вроде бы я провожу работу, но дети всё равно попадают в ДТП, потому что вот недоработали эти, эти и эти. Здесь я-то хочу сказать о том, что в любом случае для любого ребёнка главный педагог, это его папа и мама, ну в любом случае, то есть как бы не старались сотрудники госавтоинспекции, как бы не старались педагоги, если мама переходит за ручку с ребёнком в неположенном месте, ну вот все старания первых двух категорий, они просто разбиваются, потому что даже мы, сотрудники, проводя беседы с детьми, мы слышим иногда такое, ведь ребёнок это открытая душа, он говорит всё, что есть и что происходит, и он говорит, а мы вот с мамой там переходили, а вы говорите, там нельзя. То есть у ребёнка формируется стереотип поведения, понимаете? Поэтому в любом случае, в первую очередь, даже не столько обращения внимания, не столько разговора, вот как вы полностью правильно сказали, личным примером. Когда мы идём с ребёнком, чтобы для него вот это передвижение было некой маленькой экскурсии по, так скажем, по дорожной среде, где он будет где-то в игровой форме, в полуигровой, ну в зависимости от возраста будет воспринимать правила дорожного движения и запоминать их, впитывать, а не видеть, как папа или мама переходят, торопясь дорогу в неположенном месте, а потом когда-то через неделю, через две, через пять, он здесь же пойдёт уже без папы и мамы. Вот об этом речь. Тогда такой момент, да. То есть я, конечно, и как водитель такие ситуации постоянно вижу, да, где вот люди ещё за руку с детьми переходят. В неположенном месте, да? В неположенном месте. Ладно, переходят. Ещё, знаешь, бывает очень часто видишь, когда родитель на велосипеде по пешеходному переходу переезжает, и следом за ним явно его ребёнок за ним тоже на велосипеде. Я признаюсь честно, вот, ну, меня многие за это ругают и говорят, зачем ты это делаешь, но я, если есть такая возможность, я всегда людям говорю, что они неправильно поступают, потому что одно дело, ты подвергаешь... Проявляешь свою гражданскую позицию. Одно дело, ты подвергаешь опасности себя, другое дело, ты подвергаешь опасности своего ребёнка. И тут, соответственно, возникает сразу вопрос, да, а насколько, ну, как-то всё равно у нас заведено, да, что ГИБДД это больше про водителей, то есть про то, чтобы выявить какие-то нарушения, да, какое-то адекватное наказание, пешеходы, да, тоже где-то когда-то пешеходов, наверное, штрафуют, я уверена, но насколько часто, насколько тщательно, да, следят за тем, чтобы и пешеходами правила дорожного движения соблюдались. То есть, если, условно говоря, стоит патруль, да, у которого задача, например, я не знаю, там, автокресло, да, детские, там, удерживающие устройства, скорость, ещё что-то, и тут же, например, нарушает правила пешеход, на него отреагирует? Вот, смотрите, у нас один из лидирующих видов дорожно-транспортных происшествий, традиционно, это наезд на пешехода. То есть, вот если этот сегмент из статистики убрать, у нас, ну, если вообще можно так говорить про человеческую жизнь, человеческое здоровье, статистика будет, ну, соответствовать, так скажем, тому уровню автомобилизации, который у нас сейчас есть. Около трети, по-моему, да, у нас? Треть иногда, иногда больше, чем треть. Ну, вот, допустим, если уже переходить цифрам, 41 ДТП у нас за 5 месяцев с участием детей. Из них 24 – это пешеходы. То есть, вот видите, примерно всегда вот такая цифра, и не только по детям, и по взрослым также. Поэтому, безусловно, мы обращаем внимание на нарушение пешеходов, в ежедневном режиме пешеходы привлекаются к ответственности, создается некая иллюзия того, что сотрудник ГИБДД – это в первую очередь, как вы сказали, про водителей. Почему? Объясню. Потому что водитель управляет источником повышенной опасности. Он несет опасность не только для себя и тех, кто находится в машине, в зависимости от пассажировместимости, это определенное количество человек, да, но и для неопределенного числа людей, которые являются участниками дорожного движения и в качестве водителей, и в качестве пассажиров, окружающих транспортных средств, и в качестве пешеходов. То есть, степень опасности, которую несет водитель, она гораздо выше, чем пешеход. Поэтому, вот складывается такое мнение, что в первую очередь, да, это водители, но тем не менее, не обращать внимания на нарушение пешеходов мы не можем. И работа с ними, в том числе с детьми, она проводится регулярно. То есть, даже дети, которые не подлежат в силу возраста административной ответственности, мы информируем по месту их учебы о том, что ребенок нарушил требования правил дорожного движения. А на месте беседы сотрудники с ними могут какую-то провести, если вот их за руку прям понимали? Да, безусловно, и на это ориентируются сотрудники госавтоинспекции в ежедневном режиме, на инструктажах. Мы это сотрудникам доводим о том, что необходимо такую работу проводить со всеми возрастами. То есть, у нас два проблемных возраста, это дети и пожилые люди. И в первую очередь на них ориентирована вот эта разъяснительная работа. О мерах вы начали немного говорить, затронули шумовые полосы. По прошлому году, я помню, достаточно неоднозначно, водители кировские восприняли это новшество. И уже анонсировано появление новых участков шумовыми полосами. И будут ли какие-то новые места появляться с шумовыми полосами или просто обновят существующие? Безусловно, мы будем продолжать совместно с администрацией города развивать вот это техническое средство, так скажем, которое препятствует движению транспорта на высоких скоростях на участках. Заставляет снизить скорость. Да, на участках, где это опасно. Это в основном пешеходные переходы нерегулируемые. Да, мы столкнулись с очень большим потоком критики и недовольства участников дорожного движения вот этими мерами. Но на тех участках, где были обустроены шумовые полосы в прошедшем 2021 году, ДТП с тяжкими последствиями зарегистрировано не было. До этого были? До этого были. То есть, смотрите, мы обустроили, оборудовали шумовые полосы исключительно на тех пешеходных переходах, на подъездах, где были серьезные тяжелые дорожно-транспортные происшествия. То есть, не просто так взяли и пальцем показали на карте, где будут эти пешеходные переходы. Это детальный анализ по причинам. И именно по причинам того, почему высокая тяжесть последствий на этих пешеходных переходах. Да, были единичные случаи. На Карла Маркса наезды были на пешеходов. Но это последствия были в виде ушибов, ссадин. Наша задача снижать тяжесть последствий, не допустить гибели ДТП в ДТП людей. Ну, вот Октябрьский проспект, да, напротив цирка, все мы прекрасно знаем, пешеходный переход в очень рискованном месте находится. Тут и хорошее качество проезжей части, и спуск идет со стороны улицы Воровского, и водители предпочитают там разогнаться. Соответственно, это все приводило к серьезным последствиям, да, если наезд на пешеходы осуществлялся. Будут ли еще где-то установлены, раз уж так хорошо себя зарекомендовало? Да, в этом году определено порядка шести участков. Как раз в ближайшее время мы надеемся, что в июне уже новые шумовые полосы появятся. И вопрос не только в шумовых полосах, будут продолжаться работы и по модернизации светофорных объектов. То есть комплекс мероприятий, которые планируются по повышению уровня безопасности участников дорожного движения, он запланирован очень масштабный. И на текущий год мы надеемся, что в полном объеме эти мероприятия будут выполнены. И это позволит нам сокращать количество мест дорожно-транспортных происшествий. Ну вот в качестве примера просто, да, по итогам 2020 года у нас в городе было зафиксировано 31 место концентрации ДТП. Вот те мероприятия, которые были проведены в 2021 году, позволили из этого числа, из 31, вычесть 25. То есть 25 мест концентрации ДТП мы проводимыми мероприятиями сняли. Да, появились новые. Но новые, как правило, происходят там, где улучшаются у нас условия движения, улучшается качество покрытия, растет скорость движения. И мы вынуждены на следующий год, вот на текущий, да, запланированные мероприятия уже по иным участкам. И нужно понимать, что вот эти возмущения, которые происходят граждан, они основываются в первую очередь ведь на самом поведении участников дорожного движения. Если бы у нас ДТП не было, допустим, на тех пешеходных переходах, где обустроены были шумовые полосы, они бы там оборудованы не были. А вот исключительно от того, что там регулярно нарушают правила дорожного движения, мы вынуждены прибегать вот к таким мерам. Давайте сейчас вспомним о том, что лето это еще и велосипеды, самокаты, всевозможные средства, как их принято называть в последнее время средства индивидуальной мобильности. Ну, все мы видим, да, уже, что потеплело и число таких участников дорожного движения намного и намного выросло и то ли еще будет. На этих участников сотрудники госавтоинспекции тоже будут обращать пристальное внимание, Михаил Саванович? Ну, вот в разрезе того, что вчера был праздник у детей, многие родители своим чадом в честь праздника дарили разные подарки. Наверняка в том числе. Да, и наверняка в том числе, да, и велосипеды, и самокаты, и так далее, и тому подобное. При этом, безусловно, кроме радости, восторга и положительных эмоций, у детей этот подарок ничего вызывать не может, потому что, конечно, любой ребенок мечтает о таком подарке, но, к сожалению, не всегда родители понимают, что просто вручая велосипед, самокат и так далее в качестве подарка, не объясняя, как им пользоваться, это фактически мы вручаем ребенку источник повышенной опасности и, в первую очередь, в данной ситуации для него самого. Потому что если взрослый, покупая себе автомобиль, он покупает источник опасности для окружающих, в первую очередь, потому что он защищен кузовом этого автомобиля, подушками безопасности, ремнями безопасности и так далее, то ребенок, который садится на велосипед, встает на самокат, он развивает скорость в разы больше, чем он может это сделать пешком и бегом, и при этом с увеличением скорости растет опасность получения травм различного рода, тем более, что на велосипедах, самокатах во дворах, которые у нас сейчас, к сожалению, с учетом той автомобилизации, которая есть заставленной машинами, кататься не очень удобно. Поэтому даже если ребенок сказал маме, что я пошел по двору, покатаюсь, зачастую мы видим, что он выезжает где-то тут по тротуарчику, кататься и так далее, заигравшись, вполне он выезжает и на проезжую часть, и пересекает проезды какие-то и так далее. Поэтому для данной категории, конечно, вот сегодня наглядный пример. Ребенок, 12 лет, едет посредине проезжей части, водитель его поздно заметил, ребенок попал под колеса. Посередине проезжей части. Да, то есть ситуация, ну, сейчас разбираются в этом, но предварительно, по крайней мере, со слов водителя, вот он, значит, обратил внимание уже и увидел ребенка слишком поздно, ведь нужно понимать, что если на дороге появляется пешеход с покойным шагом, то водитель его может успеть, по крайней мере, увидеть на подходе к дороге, особенно если... Да, да, и принять меры, понятно, что если он не с превышением скорости едет. А вот когда неожиданный велосипедист появляется на дороге, даже если я еду 40-50 км в час, ну, шансов того, что я среагирую своевременно у меня не слишком много. Это нужно понимать, и прежде чем вот этот подарок вручить ребенку на день рождения, на день защиты детей и так далее, нужно объяснить, в первую очередь, как пользоваться правильно этим средством мобильности и где, самое главное, им пользоваться максимально безопасно. А проблема участия в дорожно-транспортных происшествиях велосипедистов, тех, кто ездит на самокатах, на сегвеях, моноколесах и так далее, она с каждым годом эта проблема только обостряется. Я тут недавно ехала по производственной, нет, не по производственной, по черсу, перекресток рядом с производственной. На автомобиле, уточняли. На автомобиле, да. Потому что мы уже о других начинаем говорить в средствах. И ехал мужчина на как раз, вот на этом сегве, наверное, моноколесо, я не знаю, что это, с виду очень устойчивая инструкция. Но если одно колесо, значит, моноколесо. Ну, одно какое-то, я не знаю, что это было. И он ехал по проезжей части и смотрел в телефон. Я думаю, боже мой, мужик-то бессмертный или что? Смелости и отвага, да. Электросамокаты. А электросамокаты, очень много сейчас появилось точек проката. И очень часто я смотрю, берут дети, берут взрослые, ставят ребёнка. И у меня в районе вот работает тоже пункт проката. И, по-моему, на второй или на третий день работы этого пункта проката ребёнок очень серьёзно... Инцидент уже был, да? Да, был какой-то инцидент, писали в домовом чате. Ну, я не знаю, пока, правда, ребёнок был с кем-то из старших родственников, в смысле, с братом, с сестрой, либо с родителем. Ну, то есть малыш упал достаточно серьёзно с этого самоката, вызывали скорую, его увезли на скорой. Тут как-то регулируется вот ППД, я не знаю, то есть наличие этого ребёнка на самом этом электросамокате. Мы разбирались в этой проблеме, когда только появились первые пункты проката. Это было в прошлом году, не так? В городе Кирове, да. Значит, в городе у нас работают две организации, которые занимаются прокатом электросамокатов. Они, безусловно, это делают с разрешения и с соответствующими договорными обязательствами с владельцем уличной дорожной сети администрации города Кирова, которая предъявила ряд требований к этим организациям по поводу уровня безопасности, который должен быть обеспечен для людей, использующихся этой услугой. Значит, среди этих условий это ограничение скорости движения данных электросамокатов, потому что без ограничений там скорости запредельные могут быть, они ограничены, значит, и разъяснение порядка пользования электросамокатом посредством вот того приложения, через которое осуществляется, оформляется, да, вот, пользование электросамокатом. Но, несмотря на это, мы все прекрасно понимаем, что на скольки бы листах там не были эти требования безопасности и насколько четко они не были прописаны, а там действительно, я сам изучал их, все там досконально расписано, и где нужно двигаться, и с какой скоростью, и как обеспечить безопасность, что запрещено. Мы прекрасно понимаем, что человеку главное вот в это приложение зайти, разблокировать электросамокат, нажать на клавишу и поехать. Поэтому здесь все, конечно, остается на совести людей, которые пользуются этими средствами передвижения, и в первую очередь, если речь касается детей, то на совести их родителей. Потому что мы прекрасно понимаем, что сейчас у каждого ребенка, начиная там практически с детского сада, есть мобильный телефон, а значит, есть теоретически возможность воспользоваться этим сервисом, поэтому, конечно, нужно проводить большую работу, что вот эта доступность, чтобы она для ребенка, в первую очередь, не принесла опасность. Ну и что касается взрослых, нужно понимать, что опять же, неправильно пользуясь этими средствами передвижения, мы это делаем на глазах у детей, которым подаем неправильный пример, если мы, вот как вы привели пример, едем по проезжей части, еще и глядя в телефон. Вот таким примером, конечно, взрослый не должен быть, это категорически. Ты сняла такого участника дорожного движения? Ты мне предлагаешь за рулем вытащить телефон и начать кого-то снимать? На видеокамеру, да. Да, у нас остается буквально три минуты, две минуты до конца, собственно, нашей беседы с Михаилом Рябовым, начальником отдела ГИБДД по городу Кирова. Давайте сейчас попытаемся вот подытожить и собрать, скумулировать какие-то основные рекомендации, основные советы по тому, как действительно лето мы безопасно бы провели, да, в плане дорожного движения, чтобы ничем не было мрачено это время года. Ну, самый главный и первый совет – это личный пример. Это всегда на первом месте быть личным примером правильного поведения на дороге в любом качестве, в качестве пешехода, в качестве водителя, в качестве пассажира. Это первое. Второе – не забывать о том, что лето помимо положительных эмоций несет достаточно много опасностей, в том числе на дороге. И об этом с детьми постоянно разговаривать. Перед тем, как ребенок выходит на улицу, нужно переключить его внимание на вот эту дорожную среду. С тех развлечений, которые были в его детской комнате, чтобы он их не перенес на дорожную среду и не начал вести там себя точно так же. Третье – это перевозка детей. То есть именно в летний период резко возрастает количество перемещений, и в первую очередь за город. Загородная трасса – это всегда скорость. Скорость – это всегда опасность. Поэтому если вы перевозите ребенка, вы должны вспомнить и знать твердо правила перевозки детей с точки зрения безопасности. И понимать, что это нужно делать не для сотрудника госавтоинспекции, который может привлечь вас к административной ответственности, а для своих собственных детей, чтобы опять же и положительным примером и отношением к вопросам безопасности вы воспитывали ребенка. Но и в заключении, конечно, мне хочется, безусловно, пожелать, чтобы, ну, то есть, с чего я, собственно, и начал, чтобы лето было максимально безопасным и несло только положительные эмоции. Спасибо. Надеемся, что ваши пожелания возымеют практическую пользу для наших слушателей. Действительно, в ближайшие месяцы у нас не будет громких трагичных инцидентов. Ну, по крайней мере, на это надеемся. Спасибо, Михаил Рябов, начальник отдела ГИБДД по городу Кирова. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Продолжается программа «Дневной разворот». У нас есть еще 10 минут, времени немного, но мы хотели бы сегодня завершить нашу программу темой культурной и совершить такое радиопутешествие в Центр современного искусства «Галерея Прогресса». Если зайти на сайт этого учреждения, то можно увидеть, как обычно, много всего любопытного. Это в том числе анонсы всевозможных мероприятий. И вот буквально завтра, 3 июня, в «Галерее Прогресса» открывается фото-выставка Александра Родченко. Она будет работать практически все лето, до конца августа. Это уникальная выставка подлинных работ выдающегося художника русского авангарда Александра Родченко. В экспозицию вошли работы художника разных лет, начиная с первых фотографических опытов еще начала 20 века. И вот подробнее об этом мероприятии, об этой уникальной выставке сейчас хотелось бы поговорить с руководителем Центра современного искусства «Галерея Прогресса» Дмитрием Шиляевым. Дмитрий у нас на телефонной связи. Дмитрий, приветствую вас. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Да, мы в прямом эфире, как обычно, работаем. Итак, расскажите, пожалуйста, во всех подробностях, чем же интересна эта выставка, в чем ее уникальность и действительно, почему у кировчан нет шансов к тому, чтобы ее не посетить. И обязательно нужно прийти и посмотреть. Вот если начинать в хронологическом порядке, то я начну с Александра Родченко. Александр Родченко – это пионер русского дизайна. Это раз. Во-вторых, это, ну, как бы художник, один из лидеров русского авангарда, новатор в области живописи, скульптуры, книжного, плакатного, кино и театрального дизайна. Он начал фотографировать в 1924 году. Вот. Его экспериментальный подход к фотографии навсегда изменил историю этого видов искусства и повлиял не только на современников, но и определил развитие фотографий на десятилетия вперед. Причем это уникальная выставка подлинных работ выдающихся художников. Подлинных? Да. То есть это работы, которые хранятся уже много десятилетий в том числе, да? Они были отпечатаны и переведены коллекцией фонда Steel Art. Фонд пошел на это, и работа является их собственностью. В этом проекте участвовали, конечно же, безусловно, собственно, родственники. Это внук. Сокуратором выступил внук и ведущий специалист творчества Александр Родченко, Александр Лаврентьев. Вот. В экстозиции представлено 58, причем они напечатаны особенным способом. 58 работ, они отпечатаны серебряно-желатиновых отпечатков из двух альбомов музейной серии портфолио. Что это такое? Подождите, это что-то сейчас, вот, как говорится, взрыв мозга. Серебряные желатиновые отпечатки. Да, ну, то есть это музейного уровня печать. Тут я думаю, что если мы в технические подробности сейчас будем выходить, мы займем очень много времени. Ну, лучше посмотреть, прийти, да, чем это отличается от обычной фотографии. Я могу вот, ну, если говорить обычным человеческим языком, то ощущение от фотографии особенные, потому что они живые, когда на них смотришь. Когда на них смотришь, вот есть отпечатки, которые просто на принтер, а эти фотографии отпечатаны так, что ты, ну, как будто перемещаешься на машине времени. Ты лучше, тоньше, глубже чувствуешь атмосферу, которую передает автор. Автор фотографии, Александр Родченко. Для этого все эти усилия, для этого все эти траты, чтобы можно было прочувствовать глубину, которую хотел нам донести смыслов или ощущений автора Александра Родченко. Я прошу прощения, я просто на минутку отвлекалась. Вы объяснили уже, да, в чем заключается экспериментальность подхода его именно к фотографии? Нет, не успели об этом поговорить. Дмитрий? Ну, я всех лично приглашаю обязательно прийти на открытие, которое будет в пятницу. В 19.00 приедет специалист из галереи «Любьер», это наши партнеры, куратор выставки, он специалист по советской фотографии, и он приведет общую экскурсию в пятницу в 19.00, а выставку по Родченко отдельно утром и вечером по Лангранжу приведет тоже этот джекуратор, который специально приедет на открытие выставки в субботу. Именно он сможет ответить на, собственно, все интересующие вопросы. Он подробно ответит на все вопросы и приведет авторскую экскурсию по двум выставкам. О чем отличие как бы Родченко? Ну, я вот как объяснял уже, его экспериментальный подход к фотографии навсегда изменил историю этого вида искусства и повлиял не только на современниках, но и определил развитие фотографий на десятилетия вперед. Используя такие приемы, как съемка с непривычного ракурса, сверху вниз и снизу вверх, которые сразу же стали называться Родченовской. Диагональное построение композиции, сдающие динамику и ритмичность кадру. Съемка деталей крупного плана, применение двойной экспозиции и тонкая работа с светодневым контрастами. Родченко стремился, как писал Осип Брик, превратить знакомую вещь в кажутся никогда невиданной конструкции. Изменить привычный взгляд человека на окружающее, расширить возможности видеть вещи. Это вкратце. Мы понимаем, что мысль можно продолжать развивать. На самом деле, как мне кажется, потом впоследствии ломография возвела в культ вот эти принципы. Динамичность, построение кадра, необычные какие-то ракурсы. Все вот это, по-моему, созвучно достаточно. Вот со слов ребят, фотографов, которых вам удалось видеть вчера и которых мы пригласили на выставку, когда начинают рассказывать о Родченко, они говорят, ну это наше все. То есть, ну, собственно, он открыл много направлений, возможностей для русского искусства фотографии. Хотя он первый художник. Он новатор в первую очередь. То есть, он заложил определенный, дал импульс для того, чтобы, изучая его искусство, мы могли с этой эволюцией его понимания и знаний двигаться в будущее, настоящее, использовать его технику и приемы. Ну, конечно же, надо смотреть все вживую, потому что интернет помогает только понять, кто твой герой. Мы еще не поговорили, Дмитрий, о том, собственно, да, что, а вернее, кто изображен-то на этих работах. Я могу перечислить его хиту, ну, говоря современным языком, я могу пересмотреть некоторые его хиты. В экспозицию, значит, вошли портреты семьи, матери фотографа, его жены Варвары, дочери Варвары Родченко, архитектурные съемки и фоторепортажи, легендарные балконы 1925 года снимок, пожарная лестница, тоже этот же год создания, просто снимок лестницы, 1929 год, а также пионер-трубач и пионерка. Ну и, разумеется, Владимира Маяковского тоже нам можно будет там увидеть. Вы знаете, я думаю, что вот многие должны знать, значит, имки, женщина, которая придерживает рот рукой и что-то громко кричит. Лиля Брик – это портрет вот этот легендарный. Да, среди которых узнаваемый в этой выставке узнаваемый портрет Лиля Брик, который стал основан для плаката «Лен Виза». Несколько фотографий Владимира Маяковского из первой фотосессии мастерской Родченко на Несницкой, 1924 год снимок. И знаменитая фотография Осипа Брика, где вместо одной из линз очков монтировано название журнала «Лев». Ну, я на самом деле сейчас вот посмотрела, да, это все достаточно известные работы, поэтому я думаю, посетители, если кто-то придет, скажем так, с улицы, да, кто не в курсе, будут, наверное, удивлены, увидев для себя много знакомых вещей на самом деле. Ну, мне извините сразу строки стихотворения, просто приходят на ум дым табачный воздух, вы, элком, это глава в Курчениховском маде, вспомни за этим окном впервые руки твои иступленные гладил. Ну, вот как раз послание Маяковскому, да, Маяковского Лили Брик. Да. Есть еще вам пара-тройка минут у нас, Дмитрий. Я могу рассказать, если есть, про выставку «Лагранжа». Да, «Лагранжа», конечно, «Лагранжа», тоже открывается выставка Владимира «Лагранжа» завтра. Что это, да? Общее количество фотографий гигантское, то есть вот не вру, абсолютно больше двухсот снимков, то есть «Рочинг» — это 50 с лишним снимков и 150 Владимира «Лагранжа». Мы ни разу не привезли такой объем снимков, тем более авторских оригинальных. Владимир «Лагранжа» — это автор, чье творчество стало олицетворением оттепельных 60-х. Неопределимые желания фотографам выглядать за миром, его внимание к людям, удивительные чувства духа эпохи подарили большой и серьезный архив. Вот. И более 100 работ автора, начиная с 60-х и заканчивая 90-ми, позволит зрителю уловить перемены в настроениях, сменяющие друг друга, периоды в истории. Многие зрители смогут узнать снимки, такие как бабуля, вратарь, голуби мира, юные балерины. Более-менее и так и известные работы. Выставка охватила около 40 лет творчества «Лагранжа» и отразила развитие автора, влияние времени на его стиль, подачу и темы. И «Лагранж», Владимир, к сожалению, ушел из жизни в январе 2022 года. И «Галерея прогресса» на сегодня это вторая выставка после его смерти. На самом деле работы к нам пришли из... Очень хорошие... Одно из сильных площадок в России – это Ельцин-центр в Екатеринбурге. Они были первые после смерти «Лагранжа», которые показывают эту выставку. Ну, вторые. Город Киров и выйдет вторым. Это снимки. Ага, Дмитрий, а я правильно понимаю, что эти две выставки, то есть они как параллельно, да, получается, работают? В большом зале «Лагранж», потому что это около 150 снимков, а в двух малых залах у нас будет выставка Александра Рученко. Но посетители могут их как-то одновременно посетить или нужно отдельно покупать там билеты? Обязательно. По единому билету. По единому билету. Я вот хотел про «Лагранжа» очень важный момент уточнить, что отказывать от постановочных застылых кадров «Лагранж» создавал портрет эпохи с атмосферой свободы, романтикой молодости и беспечности детства. И, как у его слов, моя задача состоялась в том, чтобы познакомить читателей с работой металлургов, летчиков, шахтеров, врачей, хлеборобов и в жизни, причем предельно правдиво, писал автор. Дмитрий, спасибо большое. Остается лишь добавить, что возрастное ограничение у обеих выставок 0+. Все верно, да? Все точно. Да, 0+. Центр современного искусства, галерея «Прогресса» располагается по-прежнему на Горьково. Опять ничего не изменилось. И любую информацию наши слушатели могут уточнить по номеру телефона 405-504, ну, либо на сайте, собственно, галереи и в социальных сетях. Спасибо, Дмитрий. Успешного вам проведения этих выставок. На этом заканчиваем программу «Дневной разворот». Дарья Топузлеева. Владимир Сметанин. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова